Мне приятно представить тройку лидеров на сегодня. Это Алина Загитова, Софья Самодурова и Алексия Паганинь. Спасибо девушкам за участие в пресс-конференции. Первый вопрос. Уважаемые девушки, оцените, пожалуйста, свою подготовку к чемпионату Европы. Может быть были какие-то сложные элементы, которые вы отрабатывали тщательнее всего? Итак, первая вопрос. Girls, could you please tell us what is your personal judgment of your performance? And if there were any элементы that you had to work on more thoroughly and had to master them to work them better? Спасибо. Спасибо. На чемпионат Европы я готовилась очень честно и отрабатывала все элементы, потому что мелочей не бывает. и работала и над короткой, и над ясвольной, и над хореографией, прыжки, прощения. Все, все я внимания дала эти программы. Спасибо. 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 My name is Jean-Christophe Bellot. I'm working for NBC Sports in France. To you, Alina, I would ask tons of questions to you. To you, Alina, you have chosen a very complex and exquisite exquisite program with little bits of music. Can I ask you, how do you define it, and how do you relate to that music? So, I have a question to Alina. And Alina is chosen a very complex and very complicated program with some of its visuals, so you can send me the phone number, who is to be a member or call your phone number? Мы с тренерами решили то, что мне нужно развиваться, и выбрали такую композицию очень сложную, и я не могла вжиться в нее, потому что это был совершенно другой для меня образ. Но сейчас мне стало легче катать программу, потому что я уже знаю, что я катаю, о чем я катаю, потому что тренеры мне еще это объясняли, и говорили, как нужно прочувствовать музыку. Мы обсуждали с моими тренерами, и мы решили, что мне нужно развиваться лично, поэтому мы выбрали комплексную композицию. И в первую очередь, это было довольно тяжело для меня, чтобы жить в моменте, чтобы получить эту композицию, которую я представляю в музыке. Но тогда мои тренерами помогли мне с этим. Мы говорили много о музыке, и они помогли мне понять, кто я представляю. И я думаю, что это очень легче для меня сейчас. Антон Шитиков, Спутник Япония. Вопрос к Алине. Алина, у вас был непростой чемпионат России за плечами. Скажите, насколько антидопы в моральном плане выходить сегодня на лед? Как вы справлялись с волнением, и что делали в канун выступления вчера вечером? И также, если позволите, вопрос Софии. Как известно, в Японии большим популярностью пользуются российские фигуристы и фигуристы. Скажите, какой-то отклик от японской аудитории у вас уже был? Спасибо. Итак, два вопроса были к Алине и София, из России. И первая вопроса к Алине. Алине. Вы прошли через Россию. Какие были ваши первые впечатления, когда вы здесь перестали на лед? И какие были ваши предприятия? И что вы делали вчера вечером? Спасибо. Следующая вопрос к Софьи. Русские фигурные скейтеры очень популярны в Японии, так как вы понимаете вашу ответственность от японских скейтеров? После чемпионата России было сложно опять выйти на тренировку, но мне очень помогли тренеры и родственники. Я после чемпионата России, можно сказать, сразу поехала в данный город, и там позитивными эмоциями зарядилась, и уже было легче уходить на тренировки и морально и физически. Что я делала перед... Говоря о японском телевидении, еще никаких отликов не было. Хорошо это или плохо? Говоря о японском телевидении, я не видел ни ответственности, и я не знаю, вообще, как правило, как правило, что это за правило, что это за правило или за правило. Говоря о японском телевидении. Это был вопрос к Софии и Алексею. Это первый раз, когда она среди лидеров. И вопрос стоял в том, каковы впечатления Алексея о том, что она среди лидеров. Из-за двух. Ну, для меня это, наверное, все-таки неожиданно, так как дебютный чемпионат Европы. И на местах никогда не думаю, и поэтому надо кататься чисто и показывать хорошие программы. И после короткого программы только положить на нет. И мы все-таки неожиданно, но это, возможно, неожиданно. Но, конечно, это просто нет. но прежде всего, что вы всегда должны показать скейтинг, и вы должны получить результат, вы должны всегда получать позитивные эмоции о пиво-пиво. Алексей сказал, что это также был для нее сюрприз, но после короткой программы она попытается сохранить свои эмоции и положить свое впечатление, и попробовать повторить то же самое в производной программе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok – 42-й. Субтитры создавал DimaTorzok И такое впечатление, что вы совершенно не волновались, когда были на игру, можете ли вы поделиться, как сохраняется такое спокойствие и как вам это удается? Я вообще была немного нервована, поэтому я пыталась не показать. Без начала я была просто taught меня маленькие вещи, которые мне нужно помнить, чтобы выполнить программу правильно. На самом деле я была немного взволнована, но потом я попыталась концентрироваться на каких-то отдельных моментах, небольших вещах, и возможно это помогло мне быть не настолько взволнованной и собраться. С вами была Алина Травлита. В первую очередь, Алине. Как вы, то есть, вы сейчас являетесь лидером, и хватает ли у вас уверенности в себе? Читаете ли вы, что производная программа будет для вас так же успешной? Уверенность в себе, мне помогает привести очень команду тренеров, которые у меня есть. Я им очень благодарна за это. И в производстве я попытаюсь сохранить такой же мучой, и прошу об этом программе. Ну, мои команды помогают мне очень хорошо, поэтому я думаю, что я смогу успешно сохранить это в программе бесплатного программа, и показать вам что-то флоусное скейтинге. Что-то в этой неделе. У нас есть вопросы, мои основные враги? Да. Умм, я не думал, кто мой основной враг. Я думаю, что другие европейские девушки, как и так. Или вот, что я имею в виду. Я не знаю. Насчет моих главных соперников, я даже не знаю, что ответить, потому что я никогда не думала о лиде, с которыми я суревуюсь, скажем так. Олеги, у нас есть еще время для одного или двух вопросов. Коллеги, вы уже имеете время для двух или трех вопросов. Вчера, буквально с 10 минут до конца тренировки, пришла Алина Анатольевна Тарасова. Она каждую из вас тепло обняла, пожелала вам удачи. Представлялось ли какое-то общение потом с ней, что она вам сказала, и приятно ли вам чувствовать поддержку такого легендарного тренера? Алина Анатольевна Тарасова. Какое впечатление, что это приводит, что такие легендарные люди поддерживают и поддерживают вас? Естественно, Татьяна Анатольевна очень тепло поддержала нас, пожелала удачи. Пошли мы разговоры вместе. Присоединяясь к Колене, мы также с Татьяной Анатольевной не виделись после тренировки, после вот этой встречи, о которой вы говорили. И с Татьяной Анатольевной, это, конечно, приятно, и помогает, я думаю, в прокатах, и дает больше уверенности. Я поддерживаю, потому что мы не общались с Татьяной Анатольевной, после этого встречи. Но это, конечно, приводит к своему уверенности, понимание, что такие люди, которые были для вас. И это, наверное, даже помогает показать лучше скейтинг. Вопрос от Алины Закитовой. Перед началом старта Европы большинство экспертов строились про мнение, что вы, безусловно, фаборит этого турнира, без всяких вопросов слышали о этих оценках, и как вы реагировали? Алина Закитовой. Уважаемый. Немного экспертов предоставлены в Европейском чемпионате считали, что вы являетесь преимуществом sunscreenом. И что было вашей реакцией и ответственность задней분е? Я ничего не слышала, ничего не смотрела, потому что у меня совершенно новый телефон, в котором нет ни инстаграма, ни каких соцсетей. Я смотрю только сериалы. Какие? Разные. В зависимости от настроения. Ну, я не видел ничего, потому что у меня нет инстаграма, ни других программ. Я смотрела сериалы, и все зависит от моего настроения. Спасибо, коллеги. Это был последний вопрос. Теперь можно сделать фотографии. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok